в Манхэттене, но её сердце к этому не лежало. Собственно говоря, я однажды проснулась и сказала, «Знаете, папа и мама, я действительно не хочу оставаться на следующий семестр. Я бы хотела, чтобы моя карьера была связана с танцами, пением и актёрской профессией». И, конечно же, они сказали, «Ты сошла с ума!» Ну, у меня были собственные мечты и устремления, и желание заняться этим. Так что, с какой-то точки зрения, я что-то, типа, взбунтовалась. Это было, типа, «Я не хочу делать это, я хочу делать другое. Я так хочу». 18-летняя Лопес решила поймать свою мечту. Она упаковала вещи и переехала в маленькую квартирку в Хэллс Китчен. Когда я покинула дом, что было сделано из-за натянутых отношений с семьёй, наступили тяжёлые времена. Это были времена, когда я действительно жила на дне. Со мной в комнате жили ещё 3-4 девушки, я спала на полу и ела пиццу на завтрак, обед и ужин. Дженнифер записалась в танц-класс в местной студии. Я помню, Дженнифер работала над большим количеством различных танцевальных движений. Она была какая-то напуганная, но у неё была великолепная техника, и она танцевала, как будто ей это давало облегчение. Вы знаете, это была просто какая-то сила, с которой она танцевала. Это была энергия и знание, что она танцует с ней. Это смотрелось очень динамично. Бесчётные часы упражнений вскоре дали результат. В 1988 году Лопес получила свою первую танцевальную партию в гастролирующем шоу «Золотые мюзики Лабродвели». Я получила свою первую работу и поехала в Европу. Никто из моей семьи никогда не был в Европе. И это было настоящее событие. Это были мои первые гастроли. Я срабатывала деньги, так что я уже была вроде как профессионалом. Годом спустя Дженнифер появилась в «Саммертайм» в музыкальном видео «Дуга Фрэша» и «The Get Fresh Crew». Затем, в ноябре 1990-го, 21-летняя Лопес попыталась стать летающей девушкой в комедийном шоу «В живом цвете». Отец Дженнифер очень хотел, чтобы она получила эту роль. Я встретил её на улице, и мы просто разговаривали об этом. И она нервничала. А я сказал ей, знаешь, просто используй свои природные способности. У тебя есть способность войти в комнату и подчинить себе всё помещение. Одним махом Дженнифер прошла кастинг, несмотря на жестокий конкурс. Сотни или тысячи девушек приходили на кастинг. Из них выбрали трёх, и Дженнифер была одной из них. Лопес и другие финалистки полетели в Лос-Анджелес, чтобы выступить перед создателем и звездой шоу Кинаном Айвори Вайнисон. Когда был сделан окончательный выбор, я решил позволить девушкам сказать, кого они выбрали. И девушки сказали это вместе. Наша новая шестая летающая девушка – это Карла Горедо. Разочарованная Дженнифер Лопес вернулась домой в Нью-Йорк. Лопес продолжала участвовать в небольших танцевальных шоу, тем временем привлекая к себе всё больше внимания. Первая работа, которую я ей предложил, была церемония American Music Award для New Kids on the Block. Дженнифер находилась прямо в центре, её волосы были собраны в конский хвост, она была в облегающем кожаном жакете, узких джинсах и ботинках Доктор Мартинс, и она хлопала. Это было действительно потрясающее шоу, и Дженнифер была в центре его. В мае 1991 года Лопес получила важный звонок. В сериале «В живом цвете» открылась ещё одна вакансия летающей девушки, и продюсеры хотели, чтобы ею стала Дженнифер. Всё было так неожиданно, она получила эту работу, и ей надо было переехать в Лос-Анджелес. Всё вдруг так быстро завертелось. Для меня это была травма. Я более эмоциональный человек, чем моя жена, но я почувствовала это, когда она уехала. Всё, что вы можете в этот момент сделать, это поддержать своих близких. Было тяжело сломать лёд в отношениях со всеми, знаете, но через некоторое время мы начали как-то ладить, и стало лучше, но вначале было трудно. Это я не надену. Да ладно, Джули, мне что, придётся напялить это на себя? Ну же, он красивый, в нём тяжело танцевать. Она справится, потому что она летающая девушка, и она может делать всё. Просто сказать, как сильно я люблю это пальто. Все были в восторге. Конечно, это была наша родная домашняя девочка из Бронкса. Все смотрели на эту толстую пуэртариканскую девушку, и я думаю, она заставляла всех остальных работать как следует. Другие девушки были тоже на высоте, но в Дженнифер было что-то, что выделяло её. И позже мы поняли, что это было. Она была восходящей звездой. Правдивые голливудские истории. Смотрите далее. В ту минуту, когда она начала, зрители совершенно сошли с ума. Они были помешаны. Далее в нашей программе. Блюз в полиции Нью-Йорка. На самом деле никто не хочет, чтобы его арестовали или заковали в наручники. Ну, сами знаете, проходить сквозь подобное дерьмо. «Правдивые голливудские истории». Дженнифер Лопес. «Правдивые голливудские истории». Дженнифер Лопес. Начинаем. Пять, четыре, три, два. В 1991 году рождённая в Бронксе Дженнифер Лопес переехала в Лос-Анджелес, чтобы стать летающей девушкой в шоу «В живом цвете». Но после двух лет в китовом шоу 23-летняя танцовщица жаждала расправить свои крылья. Семья Вайенс познакомила меня с этой девчушкой по имени Дженнифер Лопес. Она хотела стать актрисой, и она хотела стать знаменитой. Она хотела прекратить работу в шоу «В живом цвете» и собиралась попробоваться в других сериалах, попытаться получить какие-нибудь роли в кино. А я про себя думала, это было так страшно делать, понимаете? Я просто помню, что думала, что она такая смелая. Лопес предприимчиво добилась своей следующей цели. Она обратилась к Ральфу Фаркуару, старейшему телепродюсеру, готовившему новый сериал «Южный Централ». Дженнифер сказала, «Знаете, мистер Фаркуар, я понимаю, что вы готовитесь снимать «Пилот», я хотел бы пройти прослушивание. Мы её прослушали на маленькую роль в «Пилоте», пять линий в роли кассирши, и она оказалась фантастической. То есть мы от неё вообще ничего путного не ожидали, а она оказалась действительно по-настоящему хороша. Продюсеры подписали с Дженнифер контракт на постоянное участие в сериале. Это была драма, так что для нас было очень хорошо, что она была достаточно приземлённая, и поэтому делала всё реальным. Но «Южный Централ» не собрал зрителей. Руководители сети «Фокс» закрыли сериал в мае 1994-го, после всего лишь 10 эпизодов. Между тем, режиссёр Грегори Нава как раз искал латиноамериканскую актрису для своего будущего фильма «Моя семья». Мы начали проводить эти прослушивания, и на одну из них пришла Дженнифер Лопес, которая потрясающе прочитала свою роль. Это была актриса о существовании, которой я до того вообще не знал, и которая была совершенно поразительна. Дженнифер никогда не была человеком, который не готов, когда входит в комнату. И я думаю, в большинстве подобных примеров, когда она входила в дверь на любую из этих ролей, людям было ясно, что им повезёт, если она достанется им. Лопес создала большую часть своей маленькой второстепенной роли. Мы делали этот замечательный крупный план, который был первым крупным планом Дженнифер в кино. Я хочу сказать, в тот момент, когда люди видели её на экране, все влюблялись в неё. Фрэнсис Форд Коппола был исполнительным продюсером фильма, и когда он впервые это увидел, в первый момент, как она вошла на экран, он толкнул меня локтем и сказал, «Кто эта потрясающая актриса?» Она чрезвычайно хороша. Вы ещё увидите чудо, которое они сотворят позже. Неожиданно, 24-летняя бывшая летающая девушка создала вокруг себя шумиху, и двери начали перед ней открываться. Вскоре Дженнифер получила место в своём первом крупнобюджетном студийном фильме «Денежный поезд». Я ходила туда где-то 4 или 5 раз, а они всё никак не могли решить, кто же им нужен. И я поехала в Нью-Йорк на Рождество, и вот что случилось. Я приехала туда, позвонила себе домой, проверить автоответчик, а там типа, «Вам звонят с фильма «Денежный поезд». «Перезвоните нам». Я такая, «Мам, послушай, это было так невероятно, мы просто сальто крутили от радости. Самый лучший рождественский подарок, который я когда-либо получала». В январе 1995 года Дженнифер прибыла на съёмочную площадку фильма «Денежный поезд». Лопес играла нью-йоркского транспортного полицейского, преданного своей работе. Ей противостояли настоящие мачо Вуди Харрельсон и Осли Снайпс. В ней больше тестостерона, чем в нас двоих вместе взятых. Господи, вы видели эти руки? Ты что, разыгрываешь меня? И вот она брошена в этот микс, и она сама справляется со всем. Она явно посылает Голливуду сигнал, что она кое-кто с большим будущим. Премьера фильма «Денежный поезд» состояла с 22 ноября 1995 года. В первый же укенд фильм заработал 10 миллионов долларов. Спустя 4 дня Дженнифер отправилась в Майами на съёмки фильма «Кровь и вино» с лауреатом «Оскара» Джеком Николсоном. Пусть это и небольшая роль, но зато в фильме, являющемся мечтой молодой актрисы. Потому что вы работаете с Джеком Николсоном, это всё, что можно сказать. А вне экрана внимания Дженнифер привлёк скромный 21-летний официант. Она ела в ресторане «Глория Эстафан» в Майами и подумала, что официант привлекательный. Это был официант-кубинец по имени Аджани Нуа. Она начала флиртовать с ним, а он подумал, «Ух ты, мне нравится эта девушка». Прежде всего, он исключительно эффектный. Они оба говорят по-испански и по-английски. Они оба много работают, и неудивительно, что они сошлись. Дженнифер и Аджани насладились своим романом. А в это время Дженнифер занималась своей карьерой. В марте 1996 года режиссёр Грегори Нава проводит кастинг на фильм «Селена». Молодая латиноамериканская актриса оказалась в числе тех, кто сражался за шанс изображать на экране «Селену» Квинтанила Перес, королеву музыки Эрихану, застреленную в возрасте 23 лет. Я не осознавала, что многие люди собирались получить эту роль и придут на прослушивание. Это было потрясающе. Результат прослушивания Дженнифер оказался на голову выше, чем у кого-либо другого. Я хочу сказать, в ту минуту, когда вы видите её на экране, вы думаете, что она самая лучшая. В мае 1996 года, пока продюсеры «Селены» взвешивали свои мнения, Лопес отправилась в бразильские джунгли, чтобы сражаться с ползучим монстром в фильме «Анаконда». Джон Войт, Айскьюб и Эрик Штольц снимали с ней в этом боевике. У меня нет проблем со змеями на самом деле. Знаете, если бы фильм назывался «Крысы», тогда у меня была бы проблема, а змеи — это прекрасно. Они мне нравятся. Знаете, работать с ней было реально круто. Она будет большой звездой. Она смотрит в правильную сторону. Изматывающие съёмки в долине Амазонки длились пять недель. Прямо перед тем, как «Анаконда» была готова, Дженнифер узнала, что она получила заглавную роль в «Селении». Лопес заработала свой первый чек на миллион долларов и стала самой высокооплачиваемой латиноамериканской актрисой в Америке. Однако решение Грегоря Навы снимать поэртариканскую актрису вызвало раздражение в некоторых кругах. Селена на самом деле была американкой мексиканского происхождения, и поэтому множество этнических мексиканцев в Америке думало, «Так в чём дело? Почему в этой роли нельзя снять настоящую мексиканку?» Мы добыли латиноамериканку на эту роль, а потом люди из мексиканской диаспоры стали протестовать, потому что она якобы латиноамериканка не того типа. То есть, знаете, иногда просто хочется бегать кругами и орать. Тем не менее, Дженнифер погрузилась в жизнь покойной звезды Рехану. Сейчас я изучаю её характер, постоянно наблюдаю за ней, слушаю её, учу слова, песен, а по ночам репетирую танцы. Я скоро собираюсь провести какое-то время с её семьёй, а не позволили мне приехать, потому что я у них попросила ещё какие-нибудь записи. А они мне сказали, «Почему бы тебе не заехать?» А я говорю, «С превеликим удовольствием». Она действительно заехала и пожила с ними некоторое время. Семья её приняла и полюбила. Она спала в комнате Селены в её кровати. В начале сентября 1996 года на юге Техаса начались съёмки. Дженнифер не сомневалась, что она справится с ролью Селена. Возвращение к жизни музыки Селены — это отдельная история. Первая концертная сцена, которую мы снимали, была сцена концерта в зале Хьюстон «Астродом», которую снимали в зале «Адама Дом» в Сан-Антонио. Пришло 35 тысяч человек. Это гораздо больше, чем было необходимо. Они знали Селену, они были на всех её концертах. Большая часть их была на том концерте в Хьюстоне. Когда я вошла на площадку, знаете, я не знала, как меня примут. Для меня это было впервые, этот съёмочный уикенд, в котором мы снимали эту большую сцену. Гаснут огни. Мы начинаем. Дженнифер выходит на большую вращающуюся сцену. И когда я вышла, они все начали визжать. Они кричали «Селена!», но помимо этого они ещё кричали «Дженнифер!». В ту минуту, когда она начала, зрители совершенно потеряли рассудок. Они сошли с ума. Эмоции в этом зале были не похожи ни на что из того, что вы когда-либо чувствовали. Ты чувствуешь эту любовь. У зрителей было столько любви. Совершенно уникально. Самый эмоциональный момент, который я когда-либо чувствовал, снимая кино. Вы знаете, Сан-Антонио получился так великолепно. Спасибо. Вы сделали фильм гораздо лучше. Я благодарю вас. Такой поток любви идёт к селению. Вы знаете, все они стали частью фильма. Это невероятно. Это невероятное удовольствие. Быть там и чувствовать это. Всеобщее восхищение получила вечеринка по поводу выхода фильма «Селена» в ноябре того же года. Но в этот раз причиной восхищения стал бойфренд Джоннифер, Аджани Ноа. Аджани опустился на одно колено прямо в самый разгар вечеринки по случаю сдачи фильма. И на глазах у всех сделал ей предложение. Перед её друзьями, людьми, с которыми она работала на съёмочной площадке, она была просто шокирована. Она не знала, что это произойдёт там и тогда. Это было большое прекрасное событие. Это было необычайно. Я был очень счастлив за неё. Она была сильно влюблена в него, и она была очень счастлива, что выходит замуж. 22 февраля 1997 года пара обменялась брачными клятвами. Джоннифер было 27, а Джонни было 22. Она была такая красивая в своём свадебном платье, и она плакала. Знаете, это была маленькая свадьба, не очень большая, и все думали, вот это то, о чём мечтают. На свадьбе присутствовали родители Селены, вся её семья была там, даже Оливер Стоун был на свадьбе, и это была великолепная гулянка. Это была одна из тех тёплых, дружеских, больших девственных свадеб. Для неё это была первая свадьба. Правдивые голливудские истории Как официант может сравниться с кем-то, кто идёт по красному ковру? Правдивые голливудские истории Дженнифер Лопес Правдивые голливудские истории Дженнифер Лопес 13 марта 1997 года только что поженившиеся Дженнифер Лопес и Аджонни Нуа впервые появились вместе на публике на премьере фильма Селена. Простая девушка, девушка из Бронкса, лицо которой просто везде, в это невозможно поверить. Привет всем! Краеугольный камень фильма Дженнифер Лопес Это её шоу. Фильм был чудесно принят и был чрезвычайно успешен с коммерческой точки зрения. Это был первый раз, когда люди, собственно говоря, на самом деле заметили меня как актрису. Выражаясь фигурально, фильм поставил меня на карту. Это было начало её становления, человека, который, знаете, проходит по красной дорожке. 11 дней спустя 27-летняя Лопес снова демонстрировала Нуа перед камерами. На этот раз на церемонии вручения наград Американской киноакадемии. Дженнифер Лопес, как чудесно, и мои поздравления, ты же только что вышла замуж. Да, я только что вышла замуж, я замужем месяц и четыре дня. Как давно вы знакомы? Год, этого достаточно. Мне не требуется много времени на принятие решений. Дженнифер явно наслаждалась огнями рампы, в то время как её муж оставался в тени. Её движение, её работа, её карьера были такими всеобъемлющими. Как официант может сравниться с человеком, который проходит по красной дорожке? Я сама училась к этому приспосабливаться, так что я не могла помочь моему партнёру с этим никак. Это меня очень тревожило. Всё же, Дженнифер вернулась на красную ковровую дорожку в апреле 1997 года ради премьеры фильма «Анаконда». Фильм собрал 17 миллионов долларов в первый уикенд, к всеобщему удивлению многих критиков. Фильм, главной роли в котором исполняли массы змей, не получил хороших отзывов. Но люди смотрели на неё и говорили, «Вы знаете, в ней полно очарования». Редакторы журнала «Пипл» согласились с этим. Они включили Лопес в число 50 самых красивых людей 1997 года. Однако лицо Дженнифер было не единственным её достоянием. Когда так много внимания уделяется тому, какое у Джен тело, знаете, или что у неё такая большая задница, Джен изменила наше представление о красивом теле. Она такая... Ну, вы же знаете. Почему нужно быть как все? Правильно? Будь тем, кто ты есть. Мы стали ценить в людях, знаете ли, задницы. В отличие от других женщин, которые приехали в Голливуд, она не пытается сидеть на диете. Дженнифер не просто девчонка из Бронкса. Она Пуэр-Три Канка. А именно так они выглядят. Это тот самый формат. В июле 1997 года Дженнифер и Аджонни поехали на Багаму провести немного времени друг с другом. Приятно, когда вы много работаете, как я в последнее время, просто уехать от всего этого и просто по-настоящему сменить обстановку. Приятно в 11 утра подумать, где Джанни, а он все еще в кровати. Через три месяца после возвращения с островов Дженнифер отправилась в совсем другой климат. В Детройт на съемке картины вне поля зрения. Ее партнером по фильму был один из самых желанных голливудских холостяков, Джордж Клуни. Мне нужно было сниматься с Дженнифер Лопес в кое-каких небольших любовных сценах. Это трудная работа. Сцена в ванной была одной из первых, в которых мы вместе снимались. Я не должна была влезать в воду, я была одета. Ну, типа, мы должны были просто поцеловаться, а я шагнула и оказалась в воде вместе с ним. Тем временем, брак Дженнифер превратился в отношения на расстоянии. А Дженни говорит, что все больше и больше его разговоров с женой происходили по телефону. Для его жены его ценности, ожидания стояли на втором плане. Это был, типа, мой первый год в качестве знаменитости. А тут рядом оказывается еще кое-кто, кто не рассчитывал на это и пытается к этому привыкнуть. Это было сложно для нас. К концу 1997 года отношения потерпели крушение. Дженнифер и Аджонни расстались. После этого на сцене появился музыкальный хип-хоп-магнат Шон Пафи Компс. Он попросил ее сняться в видеоклипе на песню «Been Around the World». В это время она была замужем. Дженнифер Лопес и Пафи Компс постоянно тянулись друг к другу. Стало очевидно, что эта девушка любит быть на сцене, любит петь, любит танцевать. Так что, почему бы ей не записать пластинку? Она сделала запись, свела ее, а затем послала ее в рабочую группу, которая была подразделением Sony, чтобы заключить какой-нибудь контракт. Это была действительно небольшая сделка, я просто хотела познакомиться с главой компании. Главой компании был шеф Sony Music Томми Маттола, который превратил Мэраю Кэрри и Селин Дион в поп-иконы. Он говорит, я слышал твою демо-запись, и просто хочу знать, что ты хочешь. А я говорю, я хочу настоящую сделку, мне не нужен маленький контракт. Маттола тут же подписал контракт с Дженнифер. В начале 1998 года Лопес приступила к работе над своим дебютным альбомом On the Six. Было самое что ни на есть подходящее время для появления разносторонней латиноамериканской звезды. Для кого-нибудь, кто мог быть не только кинозвездой, но также и музыкальной звездой. Пение и актерская карьера требовали многого и оставляли Лопес мало времени, чтобы исправить отношения с покинутым мужем. Однако Дженни сопровождал Дженнифер на церемонию вручения наград «Золотой глобус» 18 января 1998 года. Однако спустя всего два месяца адвокат Дженнифер представил о Дженни бумаги на развод. Нуа получил компенсацию, условия которой не разглашаются, и пара официально осталась с друзьями. Он хотел, чтобы все получилось, но оказалось, что он не мог пойти против ее карьеры. Карьера оказалась слишком весомой. Весной 1998 года Дженнифер всецело обратила свое внимание на запись On the Six. Лопес попросила своего нового дружка Пафа Дэдди поучаствовать в записи. Он был парнем, имевшим множество концептуальных ключей к музыкальному миру, и они отлично сработались, очень плодотворно. Он продюсировал некоторые из ее песен, и он постоянно придумывал ей прозвище. Так что очень многое происходило между ними, помимо просто двух милых мордашек, работавших над песнями. Полетели слухи, а что это там происходит в этой звукозаписывающей студии? Лопес не говорила? Тогда еще больше слухов. Дженнифер и Марк Энтони создали вместе великолепную песню о любви, No MMS. Между ними была настоящая химия. Марк Энтони был звездой латиноамериканского мира, но не мира, а музыкальной индустрии, которую она надеялась завоевать. Он говорил своим друзьям и родителям, вот эта женщина для меня, эта женщина, на которой я хочу жениться. Они недолго встречались. Он нравился, Дженнифер. Марк Энтони любил ее, но ничего не получилось. Тем временем, в июне 1998 года Дженнифер наняла Бенни Медину, крайне влиятельного менеджера Паффи Компса. Я сказал, я могу потрясающе поработать с тобой и добиться огромного успеха. В этом же месяце вне поля зрения захватил кинотеатры. 29-летний Лопес более чем достойно показал себя рядом с голливудским красавцем Джорджем Клуни. Я Гарри. А я Селеста. Может, закажем что-нибудь выпить? Я схожу к бару. Не уходи. Как поживает Бадди? Отлично. А для тебя это имеет какое-то значение? Нет. Тем более, ты сейчас сидишь передо мной. Она играла лицом к лицу с одним из самых красивых и талантливых в Голливуде исполнителем главных ролей. Это заставило людей отнестись к ней гораздо более серьезно, как к актрисе. Она действительно вроде как захватила мантию актрисы из категории А. Публика решила, что Дженнифер неотразима, и Паффи тоже. То и осенью он сделал свой шаг. Она говорила, что я только что пережила развод, я просто хочу развлекаться. Но Паффи был действительно настойчив, действительно упорно хотел сделать Дженнифер своей девушкой. А потом, в конечном итоге, знаете, она попала под чары Паффа Дэдди. К весне 1999 года первый сингл Лопес «If You Had My Love» попал в радио ТОП-40. Это подало сигнал, что она была реальна. Произведя «If You Had My Love», она действительно проложила дорогу к успеху для своего альбома. В начале июня он The Six наводнил музыкальные магазины, и в течение первого месяца был продан тиражом более чем в миллион копий. Она смешивала разные музыкальные стили, и это помогало ей выразить себя. Через несколько недель Лопес и Комс стали вместе выходить в свет. Это началось для нее как отличный способ узнать немного больше о музыкальном бизнесе и расцвело в чрезвычайно широко освещавшейся в прессе роман. Мы стали получать много внимания прессы. Это был союз горячей латиноамериканской девушки и горячего черного брата. И они выглядели шикарно вместе, выходя в свет, здесь, в самом сердце Голливуда. Все любят блеск и гламур. Они любили выходить так, типа она в этой сумасшедшей меховой шубе, а он во всех этих побрякушках. И они ехали в этих фантастических автомобилях. Это просто образ жизни, который ведет Паффи. Он всегда осыпал ее вычурными вещами. Однако не понадобилось много времени, чтобы отношения между Дженнифер и Паффи испортились. Они были эмоциональными, когда были влюблены друг в друга. Они были эмоциональными, когда ссорились. У них было много публичных ссор. Часто в ночных клубах, в ресторанах. И потом папарацци всегда преследовали их и знали об этом, и это становилось новостями. А вы просто будете слышать все эти слухи. Он все время на виду. А про него говорят «Окей». А я думала, что он с Джилло. Почему он тусуется с тем-то и тем-то? Во время того, как она давала мне интервью, Дженнифер впервые заколебалась, сказав, что она убеждена, что он ей изменяет. Она бы попыталась его поймать, но сказала, что точно не уверена в том, что это правда. Правдивые голливудские истории. Смотрите далее. Она много плакала, она была растеряна. Возможно, то, о чем она в этот момент думала, была ее карьера, проносящаяся у нее перед глазами. И позже. Хватит, значит, хватит. Я просто как ударилась об стену и сказала, что я не могу больше этого делать. Правдивые голливудские истории. Дженнифер Лопес. 27 декабря 1999 года Дженнифер Лопес, Шон Паффи Комс и 19-летний протеже Паффи-рэпер Джамаль Шайн Барро пришли в один из клубов Нью-Йорка, ночной клуб Манхэттена, рядом с Таймс-Сквер. Это была не частная вечеринка. Тут была Дженнифер Лопес, тут был Паффи Комс. Тут было много профессиональных спортсменов. Это была отличная вечеринка. Было странно, что Пафф и Дженнифер оказались в этом клубе, потому что это был самый заурядный хип-хоп-клуб, куда не заходят знаменитости. Там была компания так называемых бойлеров, и пара-тройка из них были крайне негативно настроены к Паффи и его друзьям. На такой ноте, знаете ли, начал течь алкоголь, и напряжение нарастало. Паффи и Шайн предположительно вступили в спор с другим посетителем незадолго до трёх часов ночи. Кто-то бросил наличные деньги в Комса в качестве знака неуважения. Неожиданно вся ненависть вырвалась наружу. И в какой-то момент кто-то из членов той группы начал стрелять. В ответ тоже стали стрелять. Шайн был среди тех, кто стрелил. Страшно, когда такое случается с тобой, когда ты стоишь где-то, а пули пролетают рядом с твоей головой. В клубе началась паника. Дженнифер потерялась в хаосе. Все стали метаться, так что вскоре она поняла, что Паффи, телохранители, все непонятны где. Она предоставлена сама себе, и кому-то, знаете, удалось вытащить её оттуда. Внутри лежало трое раненых. Снаружи Лопес нашла Комса. Согласно полицейскому протоколу, пара прыгнула на задние сидения его спортивного автомобиля. Водитель Паффи и его телохранитель были на передних сидениях. Появилась полиция, и спорткар помчался прочь. Они приказали водителю остановиться. Вместо этого он объехал патрульную машину, что привело к тому, что 11 машин начали преследовать их. Наконец, полиция принудила спортивную машину остановиться. Полицейские обнаружили на переднем сидении полностью заряженный пистолет. В это время в клубе детективы защелкнули наручники на Шайне. Все были задержаны, включая и Дженнифер Лопес. Они провели ночь в участке. Она много плакала, была растеряна. Вероятно, то, что в этот момент занимало ее мысли, была ее карьера. Никто на самом деле не хочет быть арестованным, или закованным в наручники, или пройти через нечто подобное. Это действительно страшный опыт. Полиция обвинила Шона Паффи Компса и Дженнифер Лопес в незаконном владении оружием. А Шайн был обвинен в нападении и покушении на убийство. В итоге мужчины были выпущены под залог. С Лопес обвинения были сняты. Причина, по которой с Лопес были сняты обвинения, и следующая. Если вы или я сядем в машину и сядем на заднее сиденье, а пистолет будет найден на переднем сиденье, в этом случае дело будет прекращено. Я хочу сказать всем вам лицом к лицу. Я не имею никакого отношения к стрельбе, произошедшей той ночью в ночном клубе. Так же, как и Дженнифер. Все же таблоиды продолжали раскручивать скандал. Были пистолеты, была стрельба, была погоня за машиной, и Дженнифер была заметной частью этой картины. Она неожиданно стала выглядеть гангстером. У нее не было никаких проблем в связи с этим, но она не сходила из журнальных обложек, где рассуждали, как она вовлечена в эту ситуацию. Плохие статьи в прессе разорвали отношения, которые и так уже висели на волоске. Даже если эти двое были влюблены друг в друга и были близки, они боролись с большим монстром, и этим монстром были его обвинения и папарацци, которые их преследовали. Это действовало ей на нервы. Это было вроде «хорошо, я была в клубе, кто-то в кого-то стрелял, я ничего не делал». Сейчас я выпустила великолепный альбом. В январе 2000 года 30-летняя Лопес получила приговор совсем другого рода. Она была отмечена двумя номинациями на American Music Award за свой дебютный альбом «On the Six». В следующем месяце на церемонии Грэмми Дженнифер сбросила модный эквивалент атомной бомбы. Это платье везде двигалось. Оно было открытым, конечно, очень и очень открытым спереди, до пояса. И никто не понимал, как платье держится. Это создает чрезвычайный контраст. Было сложно как смотреть, так и не смотреть. Я не думаю, что оно было прямо уж такое, или так сильно отличалось от всего, что оно носило до этого. Я помню, когда я увидела ее в первый раз на красноковровой дорожке, оно не показалось мне сумасшедшим, платьем. Для меня оно особенно не выделялось. В ту минуту, когда она вошла, объектив камеры и глаза всех присутствовавших замерли на ней. А она чувствовала себя так свободно, это было самое замечательное. Она надела это платье, потому что у Пафи были небольшие проблемы, и это был способ неким образом отразить от него напряжение. Весьма откровенному наряду Дженнифер от Версачи удалось нечто большее, чем заставить людей на красной ковровой дорожке вытрощить глаза. Платье стало сенсацией на веб-сайте Грэмми. Более 600 тысяч фанатов скачали фотографии Лопес, сделанные на мероприятии. Это платье начало потом жить своей жизнью. На Оскаре того года парень из Южного парка появился одетым в платье от Версачи. Я любила это платье, а это была всего лишь свежая, милая, маленькая шутка. На съемочной площадке следующего фильма у Джен тоже было много улыбок. В романтической комедии «Свадебный переполох» Мэтью МакКонахью исполнял роль человека, в которого была влюблена героиня Лопес. Через пять минут мы уже придумали друг другу прозвище, подкалывали друг друга. Так что у нас установилось некое взаимопонимание. Наверное, это было лучшее время, которое я когда-либо проводила на съемочной площадке. Нам было весело приступать к работе каждый день. Но роман Дженнифера в реальной жизни шел не так гладко. Напряжение между ней и Пафия росло. Эта стрельба стала своеобразным началом конца их отношений, потому что для ее карьеры стало весьма опасно оставаться рядом с ним. Все только и говорили о предстоящем судебном процессе и этих обвинениях. Люди просто бесконечно говорили об этом. Что там произошло? Какое отношение ко всему это имеет Джей Ло? Что она делает, попав в такую неприятность? Публично Лопес оставалась рядом со своим мужчиной. Весной 2000 года Дженнифер полетела в Канаду на съемки фильма «Глаза Ангела». Лопес получила за этот фильм 9 миллионов долларов. Свой самый большой чек на настоящий момент. Дженнифер Лопес могла требовать большие деньги, потому что она их приносила. Затем Дженнифер переключила силы на работу над новым альбомом. В ноябре началось производство музыкального видео на первый сингл «Love Don't Cost a Thing». Мы 8 часов репетировали, и должно было получиться наиболее откровенное, лучшее хип-хоп-видео. И танец, который вы когда-либо видели. Я нашел что-то вроде шестерых лучших парней, которые подходили для ролика. В эту счастливую шестерку вошел 31-летний танцор по имени Крис Джатт. Когда она увидела его фотографию, она тут же отреагировала. Дженнифер и Крис встретились на съемках видеоклипа. Пафи то появлялся, то исчезала, а Крис и Дженнифер столкнулись взглядом друг с другом, и между ними четко установилась химия. Это было великолепно, потому что мы на одной волне. Когда съемки были закончены, она выбрала пару танцоров, которые должны были отправиться вместе с ней на церемонию вручения наград. Снова Крис Джатт попал в число избранных. Они стали по-настоящему близки, пока летали по миру и делали шоу. Тогда все это и началось. Именно тогда. В течение всего промо-тура можно было видеть некие интересы и электричество, исходившее от обоих. И однажды вечером действительно проскользнула искра. Она пригласила всех, кто на нее работал, вместе сходить поужинать. А он говорит, давай пойдем прогуляемся. В том времени, когда мы вернулись в Штаты, почти совершенно выдохшиеся, у них начался роман. Дженнифер Лопес хотела встречаться с Крисом Джаттом. Крис Джатт хотел встречаться с Дженнифер Лопес, но она все еще была с Пафи. Может быть, она все еще оставалась с ним из-за всей этой публичности, но было много историй, как она и Крис, и люди видели это, урывали моменты друг для друга. Восьмого января 2001 года Дженнифер выступала на церемонии American Music Award. Крис Джатт был одним из ее танцоров. Через две недели второй альбом Лопес поступил в продажу. В этот раз она назвала его «В свою часть». Я назвала свой альбом «Джей Ло», потому что фанаты именно так прозвали меня. Даже Гваделупе Лопес поддалась всеобщему сумасшествию. Моя мама просто запала на это «Джей Ло». Прости, Джей Ло, прости. Я говорю, не называй меня Джей Ло. Пожалуйста, не называй. Альбом «Джей Ло» дебютировал на первой строчке чартов билборда. В ту же самую неделю «Свадебный переполох» в свой первый уикенд собрал самую большую кассу в Америке. Лопес попала в историю индустрии развлечений. Она стала первой женщиной, которая имела фильм номер один «Свадебный переполох» и альбом номер один в тот же самый уикенд. Это было круто с профессиональной точки зрения иметь альбом номер один и фильм номер один, и добиться чего-то, чего никому до этого не удавалось. Но праздник вскоре был омрачен отрезвляющей реальностью уголовного процесса. Шон Паффи Комс стоял перед возможностью провести 15 лет в тюрьме по обвинениям в незаконном хранении оружия и взяточничестве. Это все происходило в моей карьере, и я пыталась сфокусироваться на этом, но в то же время проходил судебный процесс. Правдивые голливудские истории Далее в нашей программе. А вот и невеста. Снова. Он пытался надеть кольцо ей на палец, пока она спала, но ему и не удалось просунуть его через сустав в ее пальце. Правдивые голливудские истории Дженнифер Лопес Правдивые голливудские истории Дженнифер Лопес Дженнифер Лопес и Шон Паффи Комс официально объявили о конце их длившихся два с половиной года отношениях в День Святого Валентина в 2001 году. Между тем, танцор Крис Джат был наготове. Здесь мы снова сталкиваемся с тем, как мужчины Джей Ло меняют друг друга. Духовно она закончила отношения с Пи Диди. 16 марта 2001 года Комс ушел от возмездия по обвинениям, выдвинутым против него после перестрелки в центре Нью-Йорка. Его протеже Джамалю Шайну Барроусу повезло гораздо меньше. За свою роль в инциденте Шайн был приговорен к 10 годам тюремного заключения. Вскоре после этого на церемонии вручения наград Американской киноакадемии Дженнифер и Крис впервые вместе появились на публике. После этого 31-летний Лопес приступил к работе над триллером «С меня хватит». Джей Ло играл роль жены и матери, сбежавшей от своего жестокого мужа. Для требовательной к физической форме роли была необходима специальная подготовка по боевым искусствам. Это называется крафт-мага, и в основном это боевая техника, подходящая для использования в любой ситуации. Она как бы выравнивает шансы между ней и ним. Ты используешь тело противника, когда он пытается напасть на тебя, чтобы саму убрать себя с пути и сделать встречную атаку. Это очень полезно женщинам научиться этому для самозащиты. Я бы советовала. Режиссер Майкл Эдпидт имеет свое мнение о работе с востребованной суперзвездой. С самого начала это было немного пугающе. Знаете, услышишь все эти легенды о Дженнифер, о том, как с ней трудно, что тебе будет сложно со всем этим справиться, но я выучил гораздо более важную вещь о Дженнифер, что она очень сконцентрирована на том, что ей предстоит. Когда мы начали, она была чрезвычайно сконцентрирована. Она закатала рукава и принялась за дело. Однако съемки в фильме «С меня хватит», показали Лопес, что она берется слишком за многое. Во время съемок я билась об стену и думала, я больше так не могу, я устала. По выходным я снимаю видеоклипы, в будние дни я снимаюсь в фильме, я записываю музыку. Это было реально, реально сумасшедшее время. В день памяти павших в 2001 году Дженнифер переключила центр своего внимания с бизнеса на романтику, когда Крис Джатт сделал ей предложение. Кольцо было тщательно продумано. На нем были выгравированы пара посланий, действительно какие-то ключевые вещи. Он пытался надеть ей его на палец, пока она спала, но не смог продеть его сквозь сустав. В конце концов она проснулась, и тогда он попросил ее стать его женой. Это было прекрасно. Я хочу сказать, она великолепная девушка, и мы замечательно вместе проводим время. Это чудесно. Дженнифер сказала «да». На следующей неделе Лопес и ее новый жених шли по красной ковровой дорожке на церемонии Alma Awards, где Дженнифер получила звание «Эстрадный артист года». Это настолько ошеломляюще, когда ты добиваешься признания. Это особенный день для меня, это очень важно. Я счастлива быть здесь. После церемонии Дженнифер сконцентрировалась на планировании своей близящейся свадьбы. Мне повезло, что меня пригласили на встречу с Дженнифер и Крисом, чтобы я занялась устройством ее свадьбы. Лопес совершенно точно знала, чего она хочет. Дженнифер любит теплое, любящее семейное окружение. Это было очень важно для нее в ее особенный день. Пара выбрала уединенное место для церемонии. Частное владение в Колобасосе, штат Калифорния, прямо к северу от Лос-Анджелеса. Место свадьбы находилось на самой вершине холма. То, что заслужила Дженнифер, это почти звездное, где никто не мог трогать ее, но она могла быть там, чтобы Бог просто смотрел вниз на нее и улыбался. Однако даже божественное вмешательство не могло избавить ее от папарацци. Шериф этого места был достаточно любезен, чтобы послать туда своих представителей, и любому аэроплану, который летел ниже определенной высоты, немедленно давали указание приземлиться. В противном случае пилот лишался лицензии. И нужно больше сказать, эти аэропланы приземлялись так быстро, что небо и мероприятия были настолько спокойны, насколько это вообще возможно. Охрана была строжайшая. Только семья могла подняться к дому. Все должны были пройти сквозь металлодетекторы и подобные процедуры, но даже несмотря на это, мне удалось незаметно пронести внутрь камеру. 29 сентября 2001 года Крис и Дженнифер сказали свои «да». Обоим было по 32 года. Благодаря платью от Валентино она выглядела совершенной королевой. Смокинг был аристократичен и очень красив. Вместо бутоньерок в отворотах красовались алмазные булавки. Это было очень романтично. Волшебно. Вот как было. Это было определенно красиво. На следующий день новобрачные отправились в Италию, чтобы провести время на вилле дизайнера Донателло Версачи на озере Комо. Я была так рада за Дженнифер, потому что я думала, она так счастлива выйти замуж за этого парня. Я предложила им, потому что я друг, это не реклама, это ничего не значит. Дом на озере Комо уже произведение искусства из этого озера. Все сады освещались, дно озера подсвечивалось, и я предложила ей свои апартаменты на медовый месяц. Но романтический побег от всего мира было совсем не то, что держало в голове думающая о карьере Дженнифер. Она пригласила своего менеджера вместе с собой. Разве это нормально? Вот что я об этом скажу. В то время, когда мы все работали вместе, всегда так много всего происходило, что мы реально были как небольшие мобильные корпорации. Я сказал, хорошо, хорошо, вы, ребята, просто займите то крыло, а я займу другое. И нет же, вместо этого мы каждый вечер ужинали вместе. Отдых длился лишь неделю. Затем Дженнифер закатала рукава, чтобы выпустить новую линию одежды Джей Ло, а Дженнифер Лопес. Лопес чувствовала себя как дома. Я хочу сказать, это еще до того, как я научилась танцевать, петь и играть роли, я постоянно переделала одежду с самых малых лет. Например, я брала какие-нибудь идиотские штаны, очень дешевые, а потом их перекраивала и делала из них красивую маленькую прикольную мини-юбку. Или то, что получится, потому что, знаете, тогда я была ограничена в средствах. Джей Ло стала заниматься дизайном одежды, сфокусировавшись на специфическом типе фигуры, своем. Потому что всегда оказывалось, что то, что я хотела, на мне не сидело. Главное, на что я обращаю внимание, одежда должна отлично сидеть на всех размерах. У нее должно быть отличное качество, и люди должны иметь возможность это себе позволить. Все будут выглядеть сексуально. Дженнифер Лопес создала массовую линию одежды. Для людей в Центральной Америке, которые думают, я хочу быть сексуальной, и у меня есть задница. Если Дженнифер Лопес в этом хорошо выглядит, мне тоже должно пойти. Понимаете, она создавала это, думая обо мне. Однако просто мода Лопес не удовлетворяла. Сегодня положено начало чему-то, что мы будем называть стилем жизни Джей Ло. Мы определенно примем во внимание все, от аксессуаров до купальников, очков, духов. Это будет действительно полная коллекция для современной женщины. Целью Дженнифер были покупатели, следящие за своим бюджетом. Но сама она не ограничивала себя ни в каких расходах. В октябре 2001 года Лопес согласилась принять участие в музыкальном видеоклипе для сбора средств жертвам терактов 11 сентября. Но согласно ее контракту, поп-дива выставила возмутительные требования к условиям 90-минутного процесса съемок, в том числе 40-футовый трейлер, снабженный белыми кушетками, драпировками, цветами и свечами. Это вызвало отрицательную реакцию. Позже она попыталась переложить вину на Бенни Медину, своего менеджера, сказав, «Это все Бенни, это не я. Я уверена, что тут они оба были хороши». Знаете, я думаю, что это нормально для талантливого человека требовать многого. В конце концов, она звезда. Правдивые голливудские истории. Смотрите далее. Еще одно путешествие в суд за разводом. Когда ты вступаешь в брак, у тебя самые лучшие намерения, но, знаете, иногда мир встает у тебя на пути. И позже. Страх бомбы. Я помню, как я сидела в кинотеатре и думала, что это один из самых плохих фильмов, которые я видела. Правдивые голливудские истории. Дженнифер Лопес. Правдивые голливудские истории. Дженнифер Лопес. К концу 2001 года 32-летняя Дженнифер Лопес правила королевством одной женщины в качестве актрисы, певицы и модного дизайнера. В декабре того года Лопес начала сниматься в новом фильме «Джильи вместе» с лауреатом Оскара Беном Аффлеком. Брат Дженнифер с Крисом Джидом казался прочным, но она определенно казалась настроенной разрушить его вместе со своим новым партнером по фильму. На съемочной площадке между ними сверкали искры. Они на жаре, они снимаются, папарацци вокруг, и довольно скоро люди начинают принюхиваться. Неужели здесь что-то происходит? Неужели здесь есть что-то необычное? В феврале 2002 года Джей Ло выпустил альбом ремиксов «Джей ту зе ло». Диск сразу оказался на первом месте в чартах билборда. На самом деле, альбом был о том, как делать деньги, строить свою империю, не прилагая к этому особых усилий. Умный шаг со стороны Джей Ло, потому что у неё в основном так и происходило. Спасибо всем, я вас очень люблю. Аффлек был столь очарован Лопес, что разместил полностраничные объявления «Варьети» и «The Hollywood Reporter», в которых восхвалял красоту, храбрости своей партнёрши по фильму, а также её равновесие и истинное изящество. Он устроил такое излияние чувств к ней в этом объявлении, что ему пришлось платить, чтобы оно вышло. Весь мир увидел это. А теперь представьте, что вы Крис Джатт. Отцу Крису, конечно, пришлось не сладко от такого бесцеремонного заигрывания Аффлека. Жаль, что он не сказал. Папа, на горизонте возникла проблема. Я бы тогда сказал ему, ладно, скажи мистеру Аффлеку прямо в лицо. Я хочу, чтобы ты уважал тот факт, что она замужем, и ты держи свою палку подальше от моей жены. Я думаю, он не сделал этого. Тем временем устройство Джей Ло, предприниматель, снова было приведено в действие. Ну, однажды я сидела и ела у себя дома, а моя семья готовила. Я им и говорю, ребят, вы хорошо готовите, нам надо открыть ресторан. Мой папа как раз только вышел на пенсию, так что я некоторым образом сделала это для семьи. Он всегда хотел, чтобы у нас было семейное дело. Место для ресторана Лопес выбрала в исторической Посадене на родине Роузбол. Я пуэрториканка, поэтому еда у нас тропическая. Это очень тропическая латиноамериканская еда. Название латиноамериканской закусочной пришло из неожиданного источника. Знаете, я болтала с Беном Аффлеком и говорю ему, мне нужно придумать название для моего ресторана, я никак не найду его, в нем будет такой семейный дух царить. А Бен Аффлек говорит, а может тебе его назвать Мадрась? У мамы по-испански. А я говорю, знаешь что, ведь это клевая идея. Дженнифер пригласила своего отца, чтобы посетители чувствовали себя как дома. Она хотела сделать милое, дружелюбное место с теплой атмосферой, куда можно прийти, хорошо поесть и послушать музыку. Это великолепно. Мой отец как бы дружески приветствует всех в ресторане. Он действительно хороший человек. Лопес также привела бывшего мужа Аджани Нуа в семью Мадрес. Шаг, который был не слишком хорошо принят мужем номер два. Крис Джад был не слишком счастлив от того, что Аджани Нуа должен был управлять Мадрес, и должно быть, он стал гораздо более недоволен, когда выяснил, что название ресторану придумал Бен. Я сказал, что она сделала? Это приблизительно то же. Но, Крис, почему бы тебе просто не пойти и не нанять свою бывшую девушку? Мадрес открылся 12 апреля 2002 года, вечеринкой, на которой было полно знаменитостей. Дженнифер появилась под ручку с мужем, Крисом Джадом. Но все внимание досталось припозднившемуся гостю. А кто еще мог так выпендриться, кроме Бена Аффлека? Знаете, он принес ей цветы, а Крису Джаду сказал, ты не мог бы не лезть в кадр, когда фотографируют. Знаете, хотя он и был великолепен, он был частью команды, создававшей торжественное открытие, и неожиданно выходят фотографии, везде на них Бен и Джей Ло. В конце апреля Лопес начала работать над романтической комедии «Госпожа горничная» вместе с Ральфом Файнсом. Спустя несколько недель Дженнифер и Крис тихо расстались. 24 мая Джей Ло появилась одна на премьере фильма «С меня хватит». Это заставило меня немного понервничать. Но драма о домашнем насилии потерпела неудачу в кассовых сборах. Критика мне понравилась, зрителям не понравилась. К моменту выхода фильма была куча пиратских копий. Люди увидели его и поняли, что не нужно идти куда-то, чтобы посмотреть этот фильм. Все же Лопес создала большую шумиху, когда Нью-Йорк-Пост сообщил, что она и Аффлек завели интрижку. Лагерь Лопес по сообщениям занял круговую оборону. Неожиданно возникли слухи о романе Ральфа Файнса и Дженнифер Лопес. Позже Ральф Файнс рассказал одному из журналов буквально «Да, я был у них чем-то вроде прикрытия». 24 июля 2002 года Дженнифер отпраздновала свой 33-й день рождения. Среди гостей была труппа, фильма «Госпожа горничная» и специальный гость. Бен Аффлек был там и подарил ей эффектный подарок на день рождения – красивый браслет. На следующий день Дженнифер подала на развод с Крисом Джаном. Их брак продлился только 10 месяцев. Иногда просто не срабатывает. Ты вступаешь в брак с лучшими намерениями, но знаете, иногда мир встает у вас на пути. В брак вкладывается гораздо больше, чем просто любовь. Я хочу сказать, я получила такой урок еще и с первого замужества, но во время второго брака это стало ясно более полно. Так что мы расстались с друзьями. Крис Джад – милый парень. Он отреагировал приблизительно так. «Ну ладно, она не хочет быть со мной, я не хочу принуждать кого-либо быть со мной, так что я предпочитаю тихо, мирно уйти». Так он и ушел мирно, и она получила возможность сказать ему «пока-пока», а Бену «привет». Крису надо было сказать Аффлеку, чтобы он держался подальше. Милый парень иногда приходит к финишу последним. Однако Джад ушел не с пустыми руками. Хотя условия развода не разглашались, считается, что Крис получил от 10 до 15 миллионов долларов в качестве компенсации. Правдивые голливудские истории. Дженнифер Лопес. В июле 2002 года 33-летняя Дженнифер Лопес подала документы на развод с мужем номер два Крисом Джадем. Спустя несколько недель Лопес и Бен Аффлек официально вышли в свет как пара. Неожиданно они просто загремели, и пресса прямо сошла с ума. Я никогда не видела ничего подобного. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек – такое соединение публика просто бесновалась. Она хотела знать, что происходит на каждой стадии. Он очень отличается от всех других, с кем она встречалась. Он был также знаменит, он знал, что происходит, они помогали друг другу в карьерах, и вместе они выглядели великолепно. Они друг другу ровнее, и я знаю, он очень заботится о ней. Они заботятся друг о друге, и я надеюсь, ей очень повезет с ним. К осени 2002 года Джей Ло и Аффлек были заняты на съемках фильма «Девушка из Джерси», второго совместного фильма. Что касается Дженни, я думаю, ее присутствие в фильме очень помогало, потому что возникла ситуация, которую можно описать слоганом «Просто добавь воды». Скоро пресса дала своим новым любимцам запоминающиеся прозвища. Они всегда были Бен и Дженнифер, так что их начали называть Беннифер, и как раз в это время они начали просто раздражать публику. К удивлению всех, Бен Аффлек начинал походить на пи-диди. Например, он стал более лощеным и чисто выбритым, стал держаться прямо, знаете, и стал тратить невероятное количество денег на нелепые вещи. Она появлялась на обложке за обложкой, все грязные подробности обсуждались везде. По телевидению, в журналах, в газетах все хотели знать о Бенни Аффлеке и Дженнифер Лопез. Я хочу сказать, что публика за ней всегда следила, за всеми ее отношениями с кем-то, просто тут число интересующихся резко возросло. Это стало похоже на ядерное облако, то есть оно было такое могущественное и в то же время такое нелепое и непомерное, и это было смешно. Лопез очень хотелось хвастаться своим мужчиной. Она попросила Бена сняться вместе с ней в музыкальном видеоклипе Дженни Фром Зе Блок на сингл с ее нового альбома. Мне и в голову не могло прийти, что он это сделает. Он кинозвезда, он хочет сняться в видеоклипе своей девушки. Никто не говорит о Бенни Аффлеке. Это просто Бен из нашего квартала. Нет, это Бен, большая, значительная кинозвезда. Он не Бен из нашего квартала. Если эти отношения серьезны, и мы сейчас делаем твою историю, и она называется Дженни Фром Зе Блок, тогда тебе нужно иметь свою часть в ней, верно? То есть с логической точки зрения, что мы будем делать? Снимем другого парня в роли твоего возлюбленного на этот раз? Бен, ты хочешь сделать это? Бен сказал «да». И мы приступили. Вот так. В видеоклипе Бен и Джен пытаются ускользнуть от папарацци, которые преследуют их. И они пригласили папарацци на съемку. Колокольчик прозвонил, и папарацци пришли. То есть все папарацци в городе бросили то, чем они занимались, и пришли к Джей на съемки. В начале ноября 2002 года Бен перевез Джен в свой квартал. Дженнифер Лопес поехала в Бостон с Беном Аффлеком. Они поехали в дом его родителей, и мама Бена украсила дом цветами, лепестками роз. Это выглядело очень романтично. А в вечерней программе было заготовлено еще больше. Лопес рассказывала, Бен зажег свечи, на фоне играла моя песня, и он сделал мне предложение. Дженнифер сделала всем большой сюрприз, объявив о своей помолвке с Беном 13 ноября. Я люблю его, и я очень счастлива, что мы вместе, и он счастлив, и мы хотим сохранить это надолго. Лопес гордо демонстрировала свое кольцо стоимостью в 1,2 миллиона долларов. Бен подарил мне это кольцо. Спасибо, оно прекрасно. Это очень красивое кольцо. Он не мог просто купить женщине кольцо с бриллиантом. Ему пришлось купить ей кольцо с розовым бриллиантом в фирме Гарри Винстон. Причем они перерыли все шахты в Южной Африке, чтобы найти самый идеальный шестикаратный камень. Это было легендарно. Все хотели его увидеть. Дженнифер была так поражена поступком своего жениха, что написала о нем песню. В конце ноября Джей Ло выпустила свой четвертый альбом. Одна из песен альбома называлась «Dear Ben», «Дорогой Бен». Послушайте эту песню, это любовное письмо к Бену, буквально говорящее, что он ее король, что их любовь будет длиться вечно, что он изменил ее и так далее. Это из той же серии, что сделать себе татуировку, когда ты влюблен, написать о ком-то песне, потому что, то есть, все там понятно. Как глубоко она была влюблена в Бена, какие чудесные чувства он в ней вызывает, какой потрясающий у них был секс. То есть, все это там, чтобы вы это послушали. Затем Лопес решила навести порядок в Мадрес, в семейном ресторане. Первый муж от Жанни Ноа утверждает, что Дженнифер уволила его с должности управляющего. Почему она это сделала, а она не объяснила. Это было что-то вроде, слушай, что-то не получается, извини. Ресурсы их отношений были исчерпаны, он просто стал не нужен в системе бизнеса Лопес. 11 декабря 2002 года Бен сопровождал Дженнифер на премьере фильма «Госпожа горничная». Пара получила больше внимания, чем сам фильм. Как тебе жизнь в качестве невесты? Нравится? Неплохо, спасибо. А лучше действовать в открытую, или все же хотелось бы, чтобы это не вылезало наружу? Это не имеет значения. Это просто наши жизни. Мы просто обыкновенные люди, такие же, как и все остальные. «Госпожа горничная» собрала почти 19 миллионов долларов в первый уикенд. Это была возможность снова вернуться к своему формату. Романтическая комедия. И таким образом она показала, что у нее есть способность собирать огромную кассу. Я думаю, у нее есть огромные возможности, когда речь идет о таком типе фильмов, о таком материале. Она очень хороша в таких фильмах. Именно Джей Ло пытается работать в формате классических фильмов, пытается сделать то, что Одри Хэбберн и люди из той эпохи могли бы сделать до нее. Она позиционировала себя именно так. Тем временем Дженнифер рассорилась со своим менеджером Бенни Медина, с которым работала пять лет. Их пути разошлись в июне 2003-го. Когда вы в бизнесе представительских женщин, множество зависит от ваших романов и отношений с окружающими. В тот момент мы не могли продуктивно работать. Вот мы и решили, разумеется, под испытывающим взглядом общественности двигаться дальше поодиночке. И мы расстались. Вскоре после расставания с Мединой, Лоббас начала съемки в фильме «Давайте потанцуем» с Ричардом Гиро. Но неизвестный вирус поразил несколько канадских городов, заставив перенести производство в другое место. Мы должны были снимать в Торонто, но там была эпидемия птичьего гриппа, так что мы отправились в Виннипек. Смена места съемок не обескуражила папарацци. Спрос на свежатинку, а Беннифер достиг критической массы. Когда Бен Аффлек приехал навестить ее, это было маленькое безумие. Репортеры прилетели отовсюду. Достаточно трудно, снимаясь в фильме и так интенсивно работая, когда появляется твой партнер, и ты пытаешься найти время и место для него. Но это привлекало все то внимание одновременно. Это адски переутомляло. Правдивые голливудские истории. Дженнифер Лопес. Правдивые голливудские истории. Дженнифер Лопес. К лету 2003 года феномен Беннифер был национальным помешательством. Пара работала на разных кинопроектах в Канаде. 17 июля Аффлек решил прогуляться в Ванкувере, чтобы отдохнуть после съемок фильма «Час расплаты». Он идет в стрип-клуб, он там еще с несколькими знаменитостями, он там старый рейд, и никто на самом деле не знает точно, что случилось, но, очевидно, это было немного рискованно. Он знает, что у него железный договор с Дженнифер, а теперь он ведет себя как плейбой, которым он, возможно, никогда и не был. Но он сделал вывод, что благодаря кольцу она у него в кармане. Через два дня Джен и Бен воссоединились в Лос-Анджелесе для промоушена фильма «Джи Ли». Линда Лопес взяла интервью у своей сестры. Хорошо, роль, которую ты играешь, это лесбиянка, и она вроде как наемная убийца мафии. Что, ты прочитал сценарий и решила, вот это я? Мне понравилась роль, потому что она была для меня необычной. Я читала сценарий, там были тонны монологов, и я подумала, вау, тут на самом деле очень сочный материал. Сценарий действительно впечатлял, и я действительно хотела заняться фильмом по этой причине. Теперь все будут думать, что самая горячая сцена фильма это ваша гомосексуальная любовная сцена. Что это говорит о нашей любовной сцене? Нет, я ничего не говорю. Она более горячая. Это лучшая твоя роль. Это самый лучший фильм с тобой, что я видела. Я даже слегка прослезилась. Бену было интересно, не помешает ли шумиха вокруг их отношений к близящемуся релизу «Джелье». Одно из вещей, особенно учитывая всю гласность вокруг меня и Дженнифер, о которых я волнуюсь, это то, что люди будут не в состоянии оценить фильм и работу над вымышленными персонажами, что требует забыть о том факте, что у тебя могут быть абсолютно другие мысли о них, подчеркнутые из других источников. Бен Аффлек перед тем, как вышел фильм, подшучивал над ним. Знаете, он не говорил, что это было ужасно, но он не говорил, это лучший проект, в котором я когда-либо участвовал. А если кто-нибудь не говорит такого перед выходом фильма, это уже является намеком. 27 июля пара появилась, сияя улыбками, на премьере фильма «Джелье», особенно Лопес. Она гордо выставляла на показ массивный желтый бриллиант, подаренный ей Аффлеком на последний день рождения. Вскоре после события Лопес вернулась в Канаду для продолжения съемок в фильме «Потанцуем». Там, 30 июля, ее и настигла новость о предполагаемой «Дикой ночи Аффлека» в Ванкурии. Во всех таблоидах было написано, чтобы Аффлек подцепил стриптизершу. Может, ничего и не было, но он определенно был в заведении для стриптиза, так что Лопес, я уверена, не очень это понравилось. Со стороны Аффлека эта история была объявлена полной чушьей, но вред уже был нанесен. Дженнифер очень-очень расстроилась. И тогда пресса начала на самом деле понимать, что это может быть не такая уж и сказка. Мы не могли получить ясного ответа. С ее стороны нам ничего не говорили. С его стороны нам тоже ничего не говорили. Мы не знали, что и думать. В свете Стрипергейта Бен совершил экстренное путешествие в Виннипег, как сообщалось, чтобы смягчить ситуацию. Через два дня, 13 августа, одна из самых больших голливудских мегабомб сдетонировала в Мультиплексе. Я помню, как я сидела в кинотеатре и смотрела первые 15 секунд фильма. Я думала, это должно быть круто. Но потом становится понятно, что это один из самых плохих фильмов в мире. Критики могли оторваться на этом фильме, который, как они слышали, должен был быть плохим. И после такого долгого ожидания, они наконец-то могли сказать, да, все, что вы слышали, правда. Он даже еще хуже, чем вы слышали. Он ужасен. Не смотрите его. Мы ненавидим его. Мы можем сказать вам это. Шла молва, и руководители Sony Pictures быстро отозвали фильмы из кинотеатров. Это был огромный удар для студии. Производство Джильи обошлось в 53 миллиона долларов, а он вернул всего 6 миллионов. Джили также наглядно показывает худшие аспекты голливудской славы. Две звезды, которые были на вершине, что касается силы их воздействия на зрителя, и не должны были работать вместе. Против Джильи было много всего, и он оправдал все эти дурные предчувствия. И это действительно плохой фильм. Джили настолько попал в ловушку негативных отзывов, что его стали диким образом ассоциировать с нашими отношениями. Все же Лопес и Аффлек решили заняться новым предприятием. Своей свадьбой. Дата переносилась несколько раз, планы менялись тоже несколько раз. От большой свадьбы до маленькой. Дженнифер по разным причинам начинала волноваться. В конце концов, решили, что все произойдет 14 сентября 2003 года в Калифорнии, Монте-Сито, в 80 километрах от Лос-Анджелеса. Это должна была быть очень красивая свадьба. Яркое торжество с кучей знаменитостей. Снова Лопес обратилась к устроительнице свадеб Шарон Сакс. Сакс дирижировала событиями на второй свадьбе Дженнифер. Мы точно знали, как все будет происходить. Место, оформление. Но все держалось в строгом секрете. Они не хотели огласки. Репортеры пытались все время что-нибудь узнать о предстоящей свадьбе. Но 9 сентября, всего лишь за 5 дней до церемонии, пара выступила с шокирующим заявлением. Тогда они сказали, что отменили свадьбу из-за прессы. И вы знаете, я уверена, что в какой-то степени обвиняли и нас. Но, думаю, у Бена из-за всего этого просто появились сомнения. Появились фотографии, где она выглядела так, как будто плакала. Свадьба, которой не было, превратила публичный цирк в полный беспредел. Папарацци преследовали каждый шаг Лопеса и Афлика. Когда они снова встретились вместе, это была Саванна, штат Джорджия. Это место, которое для нее не могло быть более неподходящим. Она буквально вцепилась кровавыми ногтями в этого парня. Всем было понятно, что он хотел уйти, а она не давала ему просто этого сделать. Я думаю, дело было в ее гордости. Она не могла позволить себе, чтобы ее бросили. В начале 2004 года, после месяцев шумихи и спекуляций, Афлик уехал в Германию покутить со своим закадочным приятелем Мэттом Дэймоном. Мэтт был за границей, рекламируя один из своих фильмов. Так что Бен присоединился к нему, и они определенно получили внимание некоторых симпатичных молодых немецких поклонниц. Вышли фотографии этого, и Джей Ло был очень неприятно. Но он бунтовал. Афлик вернулся в Лос-Анджелес, чтобы все прояснить. Она сказала ему, знаешь, или ты женишься на мне, или все кончено. А он сказал, тогда все кончено. 20 января 2004 года Бен и Джен объявили это официально. Помолвка была расторгнута. Режиссер второго совместного фильма пары, девушка из Джерси, решил, что фильму нужна срочная операция. Там была сцена свадьбы, длиной где-то 12 секунд. Она была в подвенечном наряде, он был в смокинге. Наруто сыпало хрисом, и они целовались. Так что, когда они не поженились, я почувствовал, что если оставить это в фильме, это было бы немного натянуто. Одну из причин, почему некоторые сцен Дженнифер Лопес остались незавершенными, это что «Девушка из Джерси» был выпущен сразу после Джильи. Так что Кевин Смит сознавал, что люди не хотят видеть Бена Афлика и Дженнифер Лопес вместе. Премьера фильма «Девушка из Джерси» состоялась 26 марта 2004 года. После того, как Джильи потерпел крах по косовым сборам, я понимал, что наш фильм никогда не займет первого места. На самом деле, фильм занял пятое место и собрал только 8 миллионов долларов в первый вики. Но, несмотря на это, режиссер Кевин Смит не обвинял Дженнифера Бена. Я не сожалею, что они разошлись. Во-первых, Афлик стал изменять ей. Во-вторых, они играли гораздо лучше, и он, и она, потому что они были влюблены в то время. У меня остались позитивные воспоминания о съемках этого фильма. Я остаюсь другом Джены, у нас очень хорошее отношение. Правдивые голливудские истории. Дженнифер Лопес. Дженнифер Лопес. Весной 2004 года Дженнифер Лопес снова устроила показуху. Обложки журналов украшали фотографии Лопес со старым приятелем, латиноамериканской поп-звездой Марком Энтони. Марк Энтони был женат на мисс вселенная Дайана Торрес. У них были кое-какие проблемы, они расстались. Когда Джей Ло рассталась с Беном Афликом, Марк Энтони был рядом, несмотря на то, что он все еще был женат. Они снова встретились, и Марк Энтони снова провозгласил свою любовь. В этот раз Дженнифер посмотрела на него свежим взглядом. Марк действительно талантливый, сильный, артистичный парень. У нее уже были с ним любовные отношения во время записи альбомов, а она любит его как артиста. Вот так и получилось, и она любит его как мужчину. Энтони любил Лопес тоже. И 1 июня 2004 года он резко завершил свой брак с Дайанарой, с которой его связывало 4 года и двое детей. Во вторник он полетел в Доминиканскую республику и получил даже по стандартам быстрых разводов быстрый развод. Спустя всего 4 дня, 5 июня, Марк и Дженнифер тихо поженились в ее доме в Беверли-Хиллз. Лопес было 34, Энтони – 35. Никто не знал, что они собирались пожениться, кроме самой Дженнифер, Марка и их ближайших родственников. Люди, которых она пригласила, думали, что их пригласили на барбекю. Она сказала, приходите к нам на тусовку. Когда они оказались там, Дженнифер и Марк объявили, «Так, вы приглашены не на обед, вы приглашены, чтобы увидеть, как мы поженимся». Пресса почувствовала, что происходит что-то важное. Причина, по которой мы оказались предупреждены, это то, что она обратилась к своим визажистам и стилистам. Мы послали репортера в 8 утра к дому. К 11 я получила звонок, мне сказали, что там натянули белый тент, и к полудню мы послали туда вертолет. Там были цветы, и они воздвигли небольшой алтарь. И знаете, к 6 часам этого вечера выходит Джей Ло, готовая к съемкам крупным планом, просто увешанные бриллиантами от Нейл Лейн. Мы взяли алмазную крошку и сделали из нее бриллиантовый берет. Она каскадом расположила это на своих волосах. Больше всего мне понравились серьги в виде алмазных капель. Они представляли из себя где-то пятикаратный бриллиант, каждый мухи в общей сложности от 10 до 15 каратов. Я просто думаю, это действительно подходило к сотням тысяч бриллиантов вокруг ее шеи. Дженнифер Лопес надела платье из коллекции Веры Вонг. Оно было очень уменьшенным, очень облегающим, такое как футлер. И все внимание досталось бриллиантам. Она выглядела так, как она выглядела на всех своих свадьбах. Просто прекрасно. Она выглядела как принцесса. Она голливудская королева. Дженнифер и муж номер три, казалось, идеально подходят друг к другу. Ей нравятся музыкальные парни, а он музыкальный парень. Он латиноамериканец, который совершенно в нее влюблен. Марк Энтони ставит интересы Дженнифер выше своих собственных и любит ее. Они оба прошли сквозь какие-то взаимоотношения, которые научили их многому. О том, что им на самом деле надо. И я думаю, сейчас она, может быть, действительно нашла своего партнера по жизни. Я очень счастлив за нее и за Марка. И самое важное для нее – иметь возможность жить своей жизнью, как она хочет. Потому что в конце дня мы знаменитости. Но мы также и люди. Если любовь приходит и захватывает вас, вы должны крутиться с этим. Так что, благослови вас Бог. Но спустя всего месяц после свадьбы появились репортажи о проблемах в районе. Из того, что я слышала, у нее большой круг общения. У них разный круг общения, но не совсем совпадают. И они больше общаются со своими друзьями. Все скептически относятся к нему и к их отношениям. Все думают, что это не продлится долго. В середине сентября пара появилась раздельно на нескольких мероприятиях во время Нью-Йоркской недели моды. Джей Ло и Марк Антони пытаются не появляться на красной ковровой дорожке вместе и не давать вместе интервью. Они не хотят отвечать на множество личных вопросов. Они не будут вместе появляться на публике так часто, как она делала это с другими мужчинами. Между тем, премьера 19-го фильма «Дженнифер. Давайте потанцуем не за горами». Это красивая история о том, как надо самореализовываться, чтобы быть счастливым человеком. Там действительно хороший трогательный сценарий, который снова дает возможность Дженнифер действовать в роли, в которой она может показать один из своих уникальных навыков – танец. Я старался сделать фильм, в котором история продолжается во время танца, и в некоторых случаях история и есть танец. И Дженнифер действительно может рассчитывать на это. Джей Ло многое должна получить с помощью этого фильма. Дженнифер Лопес сейчас находится в таком положении, что ей надо действительно доказать зрителям снова, что она заслуживает доллары, которые несут в кассу кинотеатра. Но также должна доказать критикам снова, что она может играть. Что она еще все та же Джей Ло, которую вы видели в фильме «Вне поля зрения». Она все еще та же Джей Ло, которую вы полюбили в «Селене». Она не та Джей Ло, которая так ужасно растерялась в Джильи и во всех этих плохих фильмах. «Давайте потанцуем» вышел в кинопрокат 15 октября 2004 года и получил смешанные отзывы. В первый уикенд фильм собрал 11 миллионов долларов. Из Бронкса на большой экран Дженнифер Лопес проложила свой путь в список «А» и никогда не сходила с экранов. Будет ли Джей Ло эстрадной певицей или просто обычной Дженни из нашего квартала, певица, актриса, бизнесвумен всегда будет собирать толпу. Единственная вещь, в которую мы можем быть уверены, что она суперзвезда. Я думаю, в будущем у Дженнифер Лопес есть все. Если она сконцентрирует свои силы на аспектах творчества, в котором она так уникально одарена, что касается ее экранной работы, ее музыки, и будет продолжать строить антропренерский мир, что касается стиля, то она будет иметь все, что захочет. Я думаю, для такой девушки, как она, нет ничего невозможного. Ей действительно нужно с умом отбирать проекты. Ее линия одежды и украшений кажется очень успешной с этой точки зрения. Ее парфюмерная линия потрясающая успешна. Камера все еще любит Дженнифер Лопес. Она наша Элизабет Тейлор. Она будет продолжать выходить замуж, она будет продолжать делать интересные вещи. И знаете, я заключу, что мы будем продолжать преследовать ее. Я думаю, что имея великолепные отношения и сейчас, она начнет создавать семью. Думаю, ей пора обустроить дом и семью с Марком, и продолжать строить свой бизнес, что она продолжит оставаться одной из самых больших и самых успешных эстрадных артисток. Слишком глубокий вырез, слишком облегающие брюки, много слишком много драгоценностей. Подождите, пока вы не увидите чудеса, они начнут происходить попозже. Внезапно мои волосы вырастут приблизительно на метр. Видите? Конский хвост. В этом шоу нет никаких подделок. Я думаю, предполагается, что это должны быть 70-е. Но я не помню, чтобы я росла и видела что-нибудь вроде этого. Это нелегко. Все это неразбериха и суета. Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА